Гранат В мере этого фрукта мы сможем изучить новые возможности живописи, формы, влияние света на предмет. Начнём с фона. Для того, чтобы наш фон был интересный, стараемся вложить в него как можно больше оттенков основного цвета фона. Не стесняйтесь экспериментировать. Добавляйте новые и новые оттенки. Если вам сложно сразу рисовать пятно, то вы можете для себя контур обозначить карандашом. Я этого делать не буду. Добавляю и холодные и более теплые цвета в наш фон. Та часть фона плоскости, которая будет ближе к нам, будет немножко теплее, чем та, которая от нас отдаляется. Даже немножко жёлтенького добавим. Какие мы используем краски, какие цвета? Если вы начинающий художник, я бы хотела с вами поговорить на тему палитры. Очень многие ученики задаются вопросом. Если вы только начинаете, какие же цвета вам нужно купить в первую очередь? Краски масляные довольно-таки не дешёвое удовольствие. И не все могут сразу себе позволить купить весь спектр предлагаемых цветов. Для работы вам будет достаточно приобрести основные синие цвета. Хотя бы один. Ультрамарин достаточно универсальный цвет. Каждый художник использует разные цвета в зависимости от того, кому с какими удобнее работать. Все уже приспособились. У каждой красочки есть свойства у каждого цвета. Я рекомендую своим ученикам для начала покупать ультрамарин. Синенький, тёмный цвет. С помощью него вы можете получить и голубые разнообразные цвета с добавлением дополнительных цветов. И тёмные глубокие цвета. Рекомендую также приобрести из красный. Кадмий красный светлый. Краплак. Даже не краплак, а кармин. Краплак очень химический цвет. И для начинающего художника будет сложно с ним работать. Потому что если вы его уже куда-то добавите, его очень сложно перекрыть. Также я использую лимонную жёлтую. Кадмий жёлтый светлый. Оранжевый. Кадмий. Использую охру красную. И уже как дополнительные цвета. Здесь я взяла уже фиолетовый цвет. Небесно-голубой. И из зелёных я предпочитаю пользоваться либо травяной зелёной. Травяной зеленью из неё можно сделать и изумруд. При желании с добавлением синих оттенков. И можно при добавлении жёлтого сделать такой совсем салатово-зелёный. Так, немножко фон мы с вами заложили. Что мы будем делать теперь? Я, допустим, хочу нарисовать сегодня не один гранат, а целый и половинку. Я убираю лишнюю красочку в том месте, где у меня будет тряпочкой в данный момент, где у меня будет находиться мой большой гранат. И где будет расположена половиночка граната. Когда у нас уже не осталось ни одного белого пятна на плоскости, нам будет с вами удобно решать тональные задачи. Белый цвет очень сильно отвлекает. Так, сейчас я хочу обозначить более подробную форму моего граната. И сразу уже начинаю закладывать основной цвет. Субтитры создавал DimaTorzok Когда компонуете предметы на холсте, всегда продумывайте, где они у вас начнутся, где закончатся, чтобы вы не вылазили за границы листа. Чтобы вокруг предмета всегда было пространство, которое помогает нам почувствовать... Сразу же учитываем, что нижние части у нас будут более тёмные, так как светом они не освещены. В данном случае у нас источник света сверху, значит верхние части у нас будут больше освещаться светом, будут более светленькие и тёпленькие. Нижние же части наших гранатов будут более тёмные и холодные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И если вы видите, так как мы с вами уже в предыдущих видео говорили, а для тех, кто смотрит мастер-класс впервые, Я повторюсь, что все тёмные места и всю работу мы прописываем параллельно. Вообще вся работа у нас ведётся параллельно. Если мы что-то здесь уже прописали, то мы обязательно не забываем про остальную часть работы. Мы должны успевать вести всю работу одновременно. Мы должны видеть соотношение всех цветов и тонов в нашей работе. Здесь у меня пройдёт тоненькая плёночка. Зёрнышки будут более красные. Теперь нам нужно заложить светлые места нашего фрукта. Постепенно мы начинаем придавать объём с помощью более светлых пятен нашему гранатику. Те части граната, которые отдаляются от меня, я прописываю более холодными цветами. Так как все основные средства, я использую более холодные цветы. Другой цвет наших предметов одинаковый. Я рекомендую вам, если у вас есть уже, к примеру, тёмно-фиолетовая красочка или тёмно-бордовая. Посмотрите, может быть, пока она у вас на кисти, вы сделали здесь нужный мазочек, может быть, этот же цвет вам пригодится где-нибудь в этой части работы. И пока у вас красочка находится на кисточке, вы можете выполнить дополнительный мазок на другой части работы, используя эту краску. И так далее. Так, наш гранатик начинает собираться. И пока мы увлекались вот этой частью граната, эта часть у нас осталась непроработанная. То, о чём я вам говорила, ведём работу параллельно. Увидели, что здесь мы уже проработали больше, чем здесь, значит, нам нужно немножко вернуться к нашему гранатику второму. Сразу ищем, какой цвет у наших прожилок. Не совсем белый. И немножко. В процессе работы всегда мы можем корректировать и поправлять форму. Не бойтесь выходить за границы того уже намеченного рисунка, который вы создали изначально. Мне хочется немножко высветлить фон. Так как предмет наш должен выделяться, мы сразу с вами должны определить, что у нас будет светлее предмет или фон. Мы решили, что мы высветлим фон в данном случае. Немножко. Кранатик. Краешек будет. Ребром кисти я немножко затемнила край гранатика. И вот здесь вот такой интересный цвет будет. Немножко бежевый. С добавлением охры. Вот тут, где наши лепесточки раскрываются, они у нас тоже будут охристого цвета. Немножко бежевый. Дальний фон. Краска начинает немножко садиться. Грунт на картоне. Хорошо берёт краску. Чуть-чуть добавим и высветлим. Так как мне захочется здесь поставить светлый рефлекс, влияние окружающей среды на предмет, и немножко подсветить вот эту сторону, я начинаю немножко высветлять фон. Чтобы мой гранат на этом фоне не потерялся в последующем. А под предметами, смотрите, есть такое ощущение, как будто бы наши предметы сейчас зависли в воздухе. Как нам избежать этого эффекта нежелательного? Нам нужно под наши гранатики положить холодную тень. Плотную, тонально плотную. У нас есть с вами тон и цвет. Что такое тон? Тон это когда светлее или темнее. К примеру, весь наш предмет красного цвета. Но тон на этом предмете разный. Отличается свет от тени и от полутени тонально. Хочется немножко дать воздуха за гранатом. Когда у нас с вами уже, почему мы сразу набираем фон? Когда у нас уже есть готовый фон, нам с вами всегда легче определить, какую часть нам нужно затемнить, какую высветить. Если бы у нас с вами были белые пятна сейчас вокруг нашего граната, нам бы было очень сложно. Они бы нас отвлекали и избивали. И по отношению к этим белым пятнам нам бы все время казалось, что свет у нас может быть не сильно яркий. Мы бы путались и не могли точно определить, какие тона нам нужно с вами использовать. Хочется добавить немножко красного цвета в наш гранат. У нас такой получился суровый. Теперь хочется добавить в него немножко радости и жизни. Постепенно начинаем с вами вводить необходимые цвета. Стараемся добавлять новые и новые оттенки, чтобы обогатить красками, цветом нашу работу. Чтобы зрителю было интересно смотреть на наш гранат. П thörлив Jeśli любить сможете добавить за American Антонова, в футболе подсказаться на наш гранат. В могли любить буквально pain in this seat. Уваксинshire будет получиться хранiana к�. У нас определить артерии может подсказаться. Уваксинск Solar 158-157. Уваксинск revisitителем облагали, emissions. Продолжение следует... 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 Занаты тоже бывают разные. Не обязательно бордовые. Могут быть светло-красненькие. Смотрим, что у нас уже заскучал немножко вот этот гранат. И нашим зёрнышкам не хватает цвета. Мы уже можем начать их обозначать немножко. Мы взяли более алый цвет, выделили несколько зёрнышек. Смешали более тёмный цвет, выделили ещё несколько зёрнышек. Ближе к верхушечке зёрнышки будут темнее, но с более ярко выраженными бликами. Почему? Объясняю. Источник цвета у нас идёт по диагонали с левой стороны. Получается у нас вот эта скилочка немножко от света отвернута. И вот эта нижняя часть будет больше чуть-чуть освещаться. Мы покажем за счёт формы, потому что она немножко вот так будет выгнута. Игнамат. Игнамат. Продолжение следует... 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 Возле этой скипочки у нас будет тёмное пятно, так как она плотно прилегает к нашему второму гранату и отбрасывает на него тень. И мягко её сведём в красненький цвет. Чтобы наш гранат стал окончательно круглым, нам необходимо добавить рефлекс. Каждый предмет у нас находится в окружающей среде, он не сам по себе. И он взаимодействует с этой окружающей средой. Так как у нас фон окружения, поверхность на котором лежит наш гранат светлая, белая, соответственно внизу у нас будет светлый рефлекс отражения этой поверхности, что добавит дополнительный объём нашему гранату и свяжет его с окружающей средой. Немножко можем в процессе корректировать форму, уже об этом говорили. А граница граната нашего будет холодная, но более тёмная, чем наш рефлекс. Это поможет нам создать дополнительный объём на предмете. Добавляем тёмный цвет и потихонечку прорабатываем наши предметы. Добавляем тёмный цвет и потихонечку прорабатываем наши предметы. Ещё тёмный цвет нам нужно добавить в основание гранатика. И с другой стороны тоже. В процессе работы обязательно пользуйтесь тряпочкой. Не мойте кисточки в разбавителе. Слегка их смачивайте и убирайте лишнюю красочку тряпочкой. Хочется ещё добавить ярких звенящих красных оттенков в наши ягодки. Где-то больше их выделить и обозначить. В необходимые места мы потом ещё добавим с вами более тёмные и плотные мазочки ягодки. Чтобы они у нас хорошо читались. Теперь я предлагаю нам немножко разобраться с этим хвостиком. Какой он у нас будет нужно тщательно продумать. Вот здесь вот эта часть хвостика у нас уходит от цвета и находится в тени. Вот эта часть немножко тоже. Она у нас будет более светлая. И яркая. Остренький хвостик. Хочется показать вот этот излом формы. Немножко подчеркнуть форму нашего хвостика. Остренький хвостик. Немножко добавить в некоторые участки нашего граната. Свет мы не делаем цельный, потому что гранат он не слишком круглый. Он немножко такую бугристую имеет поверхность. Поэтому мы с вами выкладываем цвет только в тех местах, на тех бугорках, которые у нас расположены к свету. Эта часть у нас повернута к свету и будет более тёпленькой. Также обратите внимание на мою палитру. Здесь я вымешиваю один белый цвет для более холодных тонов. И второй белый цвет для более тёплых. Для того, чтобы между собой ненужные цвета не смешивать. Хочется более тёплый цвет добавить в некоторых местах. Чуть-чуть разотрем. Дальше здесь внутри нам нужно обозначить очень-очень важный момент. У нашего хвостика есть глубина. Отдельно мы вымешиваем тёмный-тёмный коричневый цвет для того, чтобы обозначить эту глубину. Там у нас с вами находятся засохшие ворсинки от цветочка. Вот и торцом плоской кисти можно очень удобно эту тень положить. Так что мы немножко сделаем более тёплый коричневый цвет. Добавим вот в эту часть. Смотрите, что нам сразу захотелось сделать. У нас с вами начинают листочки и глубина сливаться. Значит, нам срочно нужно их подсветить. Мы возьмём и сделаем такой слегка бежевый. Немного рыжеватый. Цвет уже подсохшей плоти. И поставим вот так вот несколько торцом кисти мазочков. Вот такой вот гранат у нас с вами получился. Спасибо всем большое за то, что просмотрели наши видео. Оставайтесь на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего хорошего. Большого творческого вдохновения. До свидания.